Квадратный лист бумаги разрезают по прямой на две части. Одну из полученных частей снова разрезают на две части и так далее. И вопрос, какое наименьшее число разрезов нужно сделать, чтобы среди полученных частей оказалось ровно 120 угольников? Ну вот. Теперь 120 угольников. 120 угольников. И плюс, как же еще части могут быть другие? Режем мы каждый раз прямо. Один кусочек по прямой. Да, по прямой. Отлично. Ну вот. Заметим, что после n разрезов у нас будет n плюс один кусочек. Вот. И также заметим, что разрезая каждый кусок, мы можем увеличить количество вершин либо на две. Если разрезаем, ну вот какой-то у нас кусочек, там, не знаю, вот такой, да? Если разрезаем через вершины, то увеличивается только на две. Дальше мы можем разрезать через вершину и сторону, тогда на три. И еще можем разрезать через две стороны. Количество вершин в смысле... Вот когда разрезали, вершин увеличилось на две, на три или на четыре. То есть точка там, где разрезание, получаются вершины, они считаются на самом деле в два раза. Ну да. Отлично. Поэтому максимальное количество вершин после разреза, это увеличится на четыре. Соответственно, после n разрезов у нас максимальное количество вершин будет 4n плюс 4. Ну потому что n плюс один кусочек... Было 4, и каждый раз возникают максимум 4 номов. Да. Поэтому не больше, чем 4. Да, решин не больше, чем 4. Теперь, пускай у нас... Сейчас. После k разрезов у нас получилось 120 угольников. То есть у нас мы k раз как-то поразрезали. И, соответственно, у нас других кусочков будет k плюс 1 минус 100. Да? Да, конечно. Ну вот. Значит, теперь общее количество вершин у оставшихся фигур не меньше, чем 3. Потому что 2 это... У любой из оставшихся фигур не меньше, чем 3 вершины. Поэтому умножаем на 3 и прибавляем 100 на 20. Да. И по условию... Ну, не по условию, а потому что мы доказали, это не больше, чем 4k плюс 4. Конечно. Соответственно, это у нас равняется... Мы раскрываем скобки, да? Что у нас? 3k минус... Плюс. Плюс 3 минус 300. Минус 397. И плюс... 297. 297. Заметьте, вам было быстрее написать плюс 3 минус 300, но тем не менее. И плюс, соответственно, 2000. Отсюда мы получаем, что k больше или равно 1699. Так, ну, надо проверять. Я не понимаю, как. А надо 3k вычетить. 3k переносим сюда и 4k сюда. И все. 1699. Точно. Ну вот. Теперь докажем, что в 1699 у нас получится. Мы берем квадрат наш, разрезаем 90 прямыми на 100 прямоугольников. Ну, мы это можем сделать. А потом каждый прямоугольник... Я же все равно не понимаю. Я же все равно не понимаю. Минус 297 и еще минус 4. Это же... А, это будет минус 301. Да. Вот заметьте, вы только запутали. Так быстрее 4 я вычитал, а так я должен 297 и 4. Да, хорошо. И что вы делаете? И теперь доказывает, что... Ну, у нас больше или равно разрезов. Теперь докажем, что с таким разрезом мы можем сделать. Мы разрежем квадрат на 100 прямоугольников. Это 29 разрезов. Просто вертикальными. Ну, неважно на самом деле как. Ну, можно и... Каждый раз просто отделяется один прямоугольник. Да, да. Да. Вот, соответственно, и каждый из таких прямоугольничков мы 16 разрезами, каждый раз отрезаем треугольник, превращаем в 20 угольник. Получается 16 умноженное на 100 плюс 99. А, ну, я понимаю, потому что уголки отрезать... Да. 1699. Ну, да, 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 отлично, молодец. Продолжение следует...